Привет! Как дела? 25 апреля Великобритания отмечает Амзак Дэй. Что это за праздник, я узнала только в прошлом году, когда поехала снимать Вестминстерское аббатство, прибывающих на церковную службу в честь этого праздника, Кейт Миддлтон и принца Гарри. В прошлом году мы с остальными репортерами ожидали увидеть их вдвоем, прибывающих на эту службу, ну и также после того, как они закончили службу, мы снимали их выход из Вестминстерского аббатства. На тот момент я не знала, что это за день, просто знала, что в этот день принц Гарри и Кейт Миддлтон приедут в аббатство и поехала снимать. Сегодня я расскажу вам, что же это за день. 25 апреля 1915 года в ходе Первой мировой войны силы Антанты, в которую входили британцы, новозеландцы, австралийцы, индийцы, французы и ньюфаундленцы начали десантирование на полуострове Галлиполи в Турции. В последовавших затяжных и кровопролитных сражениях десант не смог развить наступление с захваченных пластармов и в конце года был эвакуирован. В ходе этой неудачной операции, получившей название Дарданельской, особо отличились войска австралийского и новозеландского армейского корпуса, то есть Australian and New Zealand Army Corpus. Если сокращать это название, то получается Анзак. И вот в связи с названием этого отличившегося корпуса и отмечается Анзак день. Не только в Австралии и Новой Зеландии, но также в Великобритании. Официально Анзак день начал отмечаться 25 апреля 1916 года в память о воинах, павших в Первой мировой войне в Австралии и в Новой Зеландии. После Второй мировой войны этот день был приурочен ко всем гражданам Новой Зеландии и Австралии, которые пережили военные годы. То есть это в принципе можно сказать день победы австралийского и новозеландского народа. По традиции в этот день проводятся церковные службы, военные парады и встречи ветеранов. И вот так вот в прошлом году на церковную службу прибыли принц Гарри и Кейт Миттлтон. Но так как они опоздали, я не успела их снять. То есть я их даже не увидела, как они быстренько пробежали. Буквально за секунду до начала службы они приехали, не знаю, в связи с чем было опоздание. Но я их так и не увидела. Пришлось мне еще целый час ходить гулять вокруг Восминстерского аббатства для того, чтобы запечатлеть их выход из церковной службы. И вот именно когда они выезжали из Восминстерского аббатства, я уже об этом рассказывала. Перед тем, как им выходить из церкви, на дороге заглох грузовик Royal Mail, то есть Королевской почты. И полицейским, которые охраняли все это мероприятие в экстренном порядке, пришлось убирать этот грузовик с дороги собственными силами. Ну а после этого герцогиня Кембриджская и герцог Сасекский вышли из Восминстерского аббатства, улыбались, шутили между собой и махали нам ручкой. Поэтому и такие вот казусы случаются на пути королевских персон, никто не застрахован. В этом году, не знаю, состоится ли церковная служба, скорее всего, и этот праздник был отменен. И вообще очень много праздников, и Вимбилдон, и Лондонский марафон, и Аскот, все абсолютно отменилось в этом году. Поэтому, когда все откроется, будем надеяться, что очень скоро. Все в основном переносится на октябрь-ноябрь месяцы этого года. Как говорится, fingers crossed. То есть, скрестим пальчики и будем надеяться на лучшее. Ну а пока смотрите, как это было в прошлом году. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok